А в двух словах скажи, что это за место? Это хилинг-центр, то есть оздоровительный центр для всех желающих. То есть люди занимаются практиками, оздоровлением, йогой, цигун, массажной техники, танцы, музыка. Творчество, да? Простым языком. Да, и вкусная еда полезная. Круто, вегетарианская. Вегетарианская, конечно. Прикольно. Добро пожаловать. Попробуем, спасибо. Кешью растет. Вот орешек, вот плод. Нравится тебе женой? Да, смотри, можно там даже сверху посидеть. Можно здесь. Оставлю точку на место, кстати. Очень колоритное, красивое место. Ну, интересное, прикольное. Здесь, как Андрей сказал уже, чем здесь вообще можно заняться. И можно здесь кушать вегетарианскую еду, пищу. Мы решили попробовать, поэкспериментировать. Интересно же. Овощной супчик такой. Да? Классный. Как у бабушки. Да, когда я ничего не провалю. Горячий? Угу. Аккуратно. Овощной, вкусный суп. С петрушечкой. Мне даже припуск, как будто он с рыбкой, знаешь. Да? Повар, парень русскоговорящий. Сейчас спросим, откуда вы родом? В этот раз я принял рождение в городе Москва. Ага, в этот раз. А до этого, знаете, тоже где были? Интересно. Ого, как красиво. Ничего себе. Я надеюсь, это все? Нет, это не все. Сейчас еще я сделаю вам попить. И все сладенькое. Спасибо большое. Мы лопнем. Да, спасибо. Это пицца, наверное. Это хумус, наверное. Это какие-то тефтельки. Сейчас спросим, что-то макарошки с чем-то, да? Прикольно. Ты, смотри, на супчик присел. Так, я сюда не уеду. Так, будем пробовать. Это что-то вот тефтелька какая-то. Вообще необычная. Сочная, прям пропитанная. Это что-то, наверное, соевая, мне кажется, из сои. Такие волокна. Видно, не видно. И сочная, сочная, прям. Прямо я укусаю, что она прям выделяет. Воду сок, я не знаю. Так, это винегрет, я понимаю. Это, наверное, хумус. Да, хумус, только он теплый. И вкусный такой с пряностью индийской, знаете. Прикольно. Здесь и арахис есть, помидор есть, я смотрю. Попробуйте тефтельку. Горячая? Очень. Она холодная. Скажи, взрывает мозг. Блин, ощущение, что ты ешь губку Боба. Ну да, очень пропитанный, прям. Ну давай, это пробуй. Я еще не пробовал. Ну это просто макарошка. Ну да. Так, а хумус попробуй, очень интересный, кстати. Он прям домашний, знаете, хумус. Понравится тебе, наверное. Гороховая такая опасна. Ну, изнутра, наверное. Вкусно? А это хумус, да? Это хумус, да. А это соя, да, наверное? Это соя, ага. Ага, спасибо, вкусно. Интересно. Пешка пока горячая, ешьте быстрее. А, понял, спасибо. На. По типу пиццу на соенном тесте, да? Я тебе супчик поставил. Блин, ну интересно. Если вы вегетарианец, в Гуавы не пропадете, точно. Много мест, если не знаете этих мест, во-первых, на это место я оставлю ссылку. Во-вторых, огромное количество есть телеграм-каналов. Чем бы вы ни питались, в Гуа, вы не умрете с голоду. Сто процентов. Так, а это супчик, да. Нам принести что-то попить. Итак, мы заказали по факту комплексный обед. Да? Один. Видите, сколько много? Это один, да, комплексный обед, но напитка два, наверное. Мммм. Попонюхать, запах интересный. Интересный запах, но на вкус, я думал, будет кислее и насыщеннее. Оно такое более... Более, ну, пресное, что ли, с кислинкой. Ну, блин, я не знаю, что это сейчас, будем спрашивать. Мне вообще сложно ориентироваться, что это, да? И даже у вегетарианцев есть сладости. Я не знаю, вообще, как бы, в принципе, вкусно. В принципе, сытно, вкусно, полезно. Я уверен, что много витаминов, потому что много овощей. Ну, вот, надо десерт. Точно кокос, точно есть орехи, какао. И все, наверное. Ну, вкусно, прикольно. Планируется у нас ретритный центр на следующий год. Что это такое? Вот. Ага. Ну, конечно, йога. Так. Вот. Ну, сейчас у нас уже йога проходит, цигун. Вот. Танцевальные тоже для девочек занятия. Вот. А на будущий год мы планируем еще снять вот там землю, вот там, вот там. Ага. Вот расстроиться. И все здесь оккультурить хорошенечко, озеленить. Уже прикольно, честно. И проводить здесь ретриты, да. Йога-ретриты. Ну, мы планируем где-то октябрь-ноябрь. Ага. Вот. А потом уже перейти в такое более расслабленном режиме. Угу. Тусовочки, там, и так далее. Угу. Что по ценам? Что это будет стоить? Можно ли здесь проживать? Как это вот такие вопросы? Здесь можно будет проживать. То есть, это будет полноценный такой ретритный центр. Вот. Здесь будет подготовлено жилье. Все будет обустроено. Вот. Пока по ценам я не могу сориентировать. Но у нас, когда сформируется уже понимание, вот. Я думаю, какая-то информация, адекватный сайт будет, и там можно уже будет узнать. Сейчас, ну, какую информацию на вас можно оставить? Локацию? Локацию, точку? Что мы добьемся дом любви. Каус оф лоу. Угу. И в гугле можно... В гугл-карту же видит, да. Да, да, да. Видит. Саму точку он не показывает, но при поиске я вилл, мне показал. То есть, поможет приехать даже просто обычный человек, не имея опыта там разных там, как вы говорите, йога и все остальное. И он просто может попробовать тут пожить и правильно питаться. Я правильно понимаю? Поздравить тело. Да, здравить тело. У нас вот здесь прямо рядом пляжик через Кешевую рощу. Да. Пролегает очень красивое место. Ну и вообще здесь тихо, спокойно и относительно там вот тут тусовых мест. Это точно, да, спокойно. Здесь очень классненько. Вот. Ну и плюс у нас здесь ресторанчик. Вегетарианская еда. Так функционирует. Ну, у нас и сыроедческая здесь, веганская, вегетарианская. Вот. Мы просто не понимаем в этом вообще ничего. Поэтому задаем, возможно, некорректные вопросы. Нет, все правильно. Спрашиваю, как понимаю, да. У вас будет какое-то медицинское направление? Какие-то массажи, гнукалу, маниру? У нас уже действует тут в этом домике. Там у нас специалист живет. Вот. Он такой делает очень глубокий массаж. С психосоматикой, с проработками там и так далее. Потом баночки ставит. Вот. Вот. И потом... Саунд. Хилинг. Ага. А я смотрел, смотрел на это. Здесь тоже во время йоги. Ничего себе. Ничего себе, да? Ладно. Круто, прикольно. А будут какие-то, допустим, вот я знаю, и существуют в Индии, но мне рассказывали наши знакомые. Они тоже занимаются оздоровлением. У них есть такие специальные места, где люди приезжают и там доктор подбирает какие-то БАДы, то есть эти вот аюрведические какие-то препараты. Они там это принимают, очищаются маслом. Это потом утром начинается у них там с массажа маслом. Потом они эти все БАДы принимают в 5 утра. Там специальные какие-то программы разработаны. Ну да, есть такая знаменитая процедура, панча-карма называется. Вот. Я думаю, что в будущем у нас тоже вот это все появится. Ну а сейчас можно просто приехать, когда вам приятно провести время. Расслабиться, покушать вкусно, полезно. Мы это подтверждаем. В тихой природной обстановке. Вот среди деревьев кешью. Да, 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 уже показывал. Круто. Да, место, место отличное. Просто как стимулирует релаксацию. Вот мы даже сидим и такие активные. Мы четвертый день вообще в Индии, первый раз вообще. Гоа в Индии. И мы сидим. Это немножко сумасшедший ритм. Да, ритм никак избавить не можем. Мы никак не можем успокоить, знаете, расслабиться. А я смотрю на людей, которые тут, и у меня как-то даже их сам вид меня расслабляет. Я как-то так успокаиваюсь внутри себя. Потому что у меня очень много огня, и я все время куда-то мне хочется идти, там что-то делать. И вот такие места стимулируют как раз. В сброс вот этого ритма. Мне как раз нужно получить вот эту вот энергию спокойствия какого-то. Я пытаюсь это никак не у себя. Это проблем в голове, у которого депрессия, стресс. Вот я могу до суда приезжать, я считаю. Вот он даже самым пребыванием, даже не надо ему никуда там ехать, ни к каким-то мудрецам. А потом просто побыть, отдохнуть как-то и вот успокоиться. Вот так я бы сказал. Да, у меня наоборот было. Я вот 2006 года, вот считай, в Индии, и нигде, кроме Непала не был в Азии. Я такой, ну надо же куда-то сейчас ездить посмотреть. И вот буквально там пару недель вернулся из Таиланда, там месяцов провел. Вот, ну я сюда приехал. Там ритм сумасшедший. Как на родину, как на такое духовное вообще. Как будто всю жизнь здесь. Да, и вот я оценил вот это вообще состояние здесь в Индии и людей, и культуру. Вот просто такое родное вообще. Да, темнота уже, мы тоже уже, мы уже начинаем влюбляться. Только четвертый день, а нам уже тут все нравится. Это очень редко, когда бывает, когда ты быстро вливаешься. Очень сложно найти недостатки вот нам в данном случае. Хотя, ну, мы можем обратить на какие-то вещи или моменты там, ну, внимание свое. Ну, здесь сложно. Друзья пишут, что не понравилось, что понравилось. И что не понравилось, вот не можем сказать конкретно, да, что гнут. То, что может быть, с одной стороны, может быть и минус, что много, вот русскоговорящих как раз много. И немножко культура, может быть, гаснет местным. Есть такой момент. Я вам скажу, что мы знаем, что Гоа – это бывшая португальская колония, и то, что здесь вот эта индийская культура, ну, маловато, вот. Поэтому, если вы хотите настоящий хиндустам посмотреть, то, ну, по крайней мере, вот самое классное из ближайших мест – это Гокарна. Вот. Это, ну, километров сто или двести. Вот отсюда, на юг, тоже на побережье, очень мощное духовное место, такое ортодоксальное хиндустам. Вот. И там кайфанете, конечно. А вообще, красота в глазах смотрящего. Да. Это точно. Есть такое. Есть люди, которые замечают только мусор. Мы, например, сможем, не видим мусор. Мы видим красоту, пальмы, природу, наслаждаемся этим. А есть вот такие отзывы, пишут люди. Вот я еду, вижу мусор, крысы бегают. Я говорю, где вы там видели крысы? Ну, пробежала крыса. Везде есть крысы. Во всем мире есть крысы. Мы этого не видим просто. Ну, да. То, что хочется, это видеть. Главное, в голове все. Порядок навести и будет вокруг порядок. Индия учит людей выключать мозг. Правильно направлять мысли. Я вот так бы сказал. И выключать мозг, потому что мозг думает всегда негативно. Правильно? Ну, это же инструмент, как настроить его. Поэтому, да, Индия учит настроить свое сознание на позитивные духовные вибрации. Вот, конечно, очень важно отсюда спуститься вот сюда. Вот, потому что здесь Бог находится, и мы здесь находимся. И вот в этом состоянии пребывать. И Господь, Господь же, Он же для нас, наш Отец, Он для нас уже все устроил и подготовил самым лучшим образом. Вот, не нужно Ему мешать в своей жизни устраивать все, вот, самым прекрасным образом. Нужно Ему отдаться, вот, предаться, вручить себя Ему, вот, и все. И наслаждаться. Наслаждаться, да. Это очень важный момент, потому что... Уметь наслаждаться, ну да. Проколол колесо, значит, так должно быть. А вдруг бы ты попал сейчас в аварию, правильно? Вот ты проколол колесо только быть, значит, так должно быть. И не поехал в это время на дорогу. Правильно, все, я же тоже считаю, что все происходит так, как... Закономерно, да, Миша? Справедливо. Ну, все правильно. Спасибо большое за гостеприимство. Мы прибыли на Арамболь, в район заката как раз. Вот, немножко еще подождем, будет закат. Посмотрим, покажем вам. Огромное количество байков впереди меня. Ну, это, наверное, самый популярный пляж в Гоа. Вечером здесь сходятся все, блин, не знаю кто. Люди, которые желают продать что-либо сделано своими руками. Будем показывать, снимать, я не знаю, что нас ждет впереди. Примерно, предварительно, я подозреваю, что ожидать. А Оля, наверное, что-то хочет сказать. Да, лайфхак от Оли, не одевайтесь так, как Оля сейчас. Белое все. Очень пыльное, да, все, я же говорю, что... Ну, ноги показать, смотри, наши ноги. Вот, вот так, в принципе, черные, блин, пальцы. Оля, сандалии вообще красные, потому что пыль здесь какая-то вот красная. Глина какая-то красная, да, все от такого оттенка красная. Есть прям красивые такие буйволы с горбами, прям красивенные, с большими рогами. Thank you. Sorry, sorry, sorry. Отдай десяточку ему, может, лучше было. За тобой ребенок, он идет прям маленький. Ну, конечно, этот пляж уже темой отличается, что огромное количество попрошек. Даже вот такие маленькие дети уже, вот, малыму, да, с протянутой рукой ходят. Да, вот огромное количество попрошек на пляже, это сразу же отличает от наш пляж, от этого. Количество людей на пляже обескураживает сразу же просто. Да. Вместе с коровами. Я понимаю, что солнце в объектив, но хотел показать корову. Просто тьма людей, блин, что там творится. Я думаю, мы не готовы к аромболе, по-любому. Я бы тут не смогла обожить, я бы подумала, боже, где я купила путевку, где мои вещи, вообще, что происходит, и вообще ужас какой-то тут происходит. Фрукты есть, нарезанный арбуз даже продается. Первый раз вижу нарезанные фрукты. Меня Ян спрашивал, наш друг, есть ли здесь нарезанные фрукты, как в Таиланде. Ну, вот, первый раз вижу, это арбуз нарезанный. Кукуруза, впереди продают мороженое. Ананасы есть. Ну, и ананасы, и кокосы, режут ли их, я не знаю. Кукурузку тут продают, лаймом натирают ее на костре, нужно обязательно сегодня попробовать это. Лаймом натирают? И специями посыпают. Говорят, вкусно. Там Ашвим, Мандре Морджем, там уже Акирим, где мы были. И вот отсюда начинается уже вот такой базарчик. Очумелые ручки, я бы вот так назвал. Пряник тульский. Тульский пряник продают, пожалуйста. Косынки какие-то. А, вот, пожалуйста. Чувак вообще думает о своем, смотрит куда-то в сторону, барабанит. Там уже человек ушел давно, он до сих пор барабанит, знаешь. Вибрационная правка тела, пожалуйста. Ага, из кокоса, вот тарелки. Женщина, ну, видно, что русскоговорящая продает торты своего производства. Такие штуки. Очки, в реке приклоняйте. Шапки из конопли. Как у шляпа, как для ведьмы есть. Мистические кулончики, он для ведьм, пожалуй. Мистические? С грибками внутри, да? Интересно. Это для ведьм. Фотографии, открытки какие-то вижу. Палочки для зубов. Палочки для зубов. Кстати, да, я вот такие палочки видел, как палкой просто вот так вот кусал, прикусывал, там теребил во рту просто, блин, кусок какого-то, блин, сучка, я не знаю, как это назвать. Чистил зубы таким образом, я не знаю, чистить ли он дополнительно щеткой, в чем я сомневаюсь, но как-то вот так это все происходит. О, на фоне уже там Гоа Транс валит. Нравится? Это не моя музыка. Ну, я могу так, ну, всю ночь реально просто прыгать и реально на трезвую, знаешь, без всякой фигни. У меня потому что башка от нее болит, и по этой музыке. 50 рупий штука, я так понимаю. Handmade сладости. Ну, люди интересные, посмотрите, все люди в чем-то по-своему уникальны, и не просто среднестатистический какой-то офисный планктон, в чем-то они все уникальны. Да, вот собака на ручках, смешная кай. Боже, господи, боже мой. Книги продают, вон, по 100 рупий видно. Торты продают, блинчики, очки. Да, все тут вообще, все такие добрые, я не знаю. Все добрые, да, садаки? Да, все добрые, море рядом. А это что-то, Red Indian Pani Puri experience, я не знаю. Что это такое? Это пани пури. Что это такое? Алкоголь, нет? Нет алкоголя. Соленый? Аааа, это... Это пури. Как много? Как много, Ван? Один балл, 10 рупий. 10 рупий. Попробуешь? Хочешь, я не буду, ты давай. Ааа, нормальный, не наркотик, не алкоголь. Не наркотик. Смешный или нет? Ааа, это сладкий, сладкий, кронкий, саркий, солистый, митый, лимонный, все в один раз. Ааа, crazy, crazy mix, окей. Здесь и трупы стоит. Вот такая штука, попокажешь, что накладывает что-то вот на терку, он говорит, что там все. Да, это пури, это картошки, это финики соус. Соус фиников, картошки, картошка жареная. Это мента соус. Лайм? Минт. Минт. Минт, лимон, и чуть-чуть спайсис. Ааа, чуть-чуть? Чуть-чуть. Окей. Thank you. You're welcome. All? All in one go. Ага. 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 Your turn. Very interesting, very interesting. Соленая, кислая, в то же время хрустящая. Еще немножко, ну картошка не чувствуется. There's no flavors in one time. На что похоже? Очень interesting, я ни на что не похоже, блин. Very interesting. Good luck, thank you. Печенька с лаймом, в то же время с ментолом, в то же время, я не знаю, блин, это нужно попробовать, это недорого. Мы у вас вчера были, мы у вас не что узнали. Это другое что-то? Это будет вечерняя пати с диджейми, с инструменталом, да, с ними обязательно. Это завтра? И с гипнозом, да, завтра. И с гипнозом? Вот здесь вот, в Арамболе. Ага. Это прям тема работает. Домой, вернемся после этого. И с гипнозом. Такие, что аж охренеть. Спасибо, большое, удачи. Прямо бассейнчик, прямо в бассейне. Спасибо. Что предложили? С гипнозом какая-то штука, гипнотик пати. Там вон в миске кто-то сидит сзади, смотри, видишь, в миске сидит? Сидит с фигнёй сзади бабы, которая в миске. Конечно, он бахает ей по голове. Жена, я могу идти устроить. Мы будем домой приехать, кастрюлю на меня одеть и черпаком. Да. Вот штука какая, тоже интересная. Жесть, у меня сейчас мозги взорвутся. Что происходит вообще? А здесь мысли всё, как бы меньше жрать, как бы меньше жрать, наверное. Солнце, уходи вместе с моими килограммами. Солнце, уходи вместе с моим килограммами. Мысли, у нее потребляете наркотики? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Две гуавы Сейчас скажем сколько так всего стоило Вот вышло 700 рупий за все Вот такой пакет фруктов Вот гуава вкусная Вот такая вот она Только косточки твердые Осторожнее зубы поломать можно Все, погнали Ты счастлива? Все купила, что хотела? Да, да Выезд из Арамболя вечером Вот так вот происходит В очках уже не поедешь Блин, пыльно Я не знаю Если какая-то мошка в вас попадет Без очков, конечно, очень проблемно Если у вас есть какие-то прозрачные очки Очень рекомендую брать вообще На поездки любые на 100 дурах Все, накупили фруктов Едем домой По вождению хочу сказать Что довольно-таки комфортно Вообще, в принципе, гуа водить То есть нету таких каких-то Чересчур насыщенных Ну, какие-то эпицентры Вот на Арамболе, да Где там можно не протиснуться Но вы можете оставить В начале где-то байки гулять себе А вообще по дорогам Между пляжами, между районами Между городами Довольно-таки комфортно кататься Ну, безопасно На Шри-Ланке было намного стремнее Эти крэйзи-басы Навстречку вылетали и так далее Здесь, в принципе, довольно-таки Спокойно Пассивно Не агрессивно Люди водят И аккуратно Ну, нет такого ничего Огромное количество вот таких Лежащих полицейских Которые Очень Очень могут вас подбросить Если вы провтыкали И сбросить скорость В принципе, все Рекомендую Ездить всегда в шлеме Трезвым И не гонять И будет вам счастье И будете вы целы И так далее Менты вас не остановят Если вы В шлеме И трезвый Если остановили То вы должны сказать Что у вас все хорошо Вы в шлеме Вы не гоняли Права Вот, видео или фото Потому что оригинал Они могут взять И вам не особо вернуть Вот Как-то давить потом На то, что права у них В руке И давай взятку Из-за того Из-за того Из-за другого Но Хочу сказать следующее Что ментов Мы не видели Ни разу Раз Раз Видели Вот только что При въезде На Карим Там возле моста Стоит какой-то пост И где сидит Внутри Один Кажется То ли полицейский То ли охранник Я таки не понял А вообще Вот 4 дня Мы ездим И ни хрена Но вот так вот бывает Перед тобой могут выехать В наглую В принципе Какие-то Индусы А так вот здесь Такое самое Сейчас плотное движение По факту А так все остальное Довольно-таки Нормальная езда Ну Поснимай вперед Покажи Как вообще происходит Мы выезжаем Из эпицентра Где такая клоака Много людей Приехало вечером Погулять И пытаются Выехать Отсюда Или переехать Дальше Куда-то Ну короче говоря Здесь такое Еще активное движение А так в принципе Все свободно Спокойно Как я уже говорил Немного ехать Без очков Тут иногда Такие Ну Такие ветра Пылью В глаза Что-то может Влететь вам И На скорости При не очень Хорошей дороге Кстати да Здесь не очень Хорошая дорога Часто ямы Часто нужно Что-то обижать Но Терпимо В принципе На байке Вполне нормально Это не Таиланд В Таиланде Дорога намного лучше Можно сказать Что в Таиланде Идеальная дорога Для байка Ну для скутера Блин Потому что Мотобайк Многие спрашивают Почему байки Если байк это велосипед Ну блин Велосипед байсикл А мотобайк это мопед Я тут называю Часто байки Скутеры Мопеды Главное Тем кто Водит активно У себя на родине Транспорт Какой-либо Нужно привыкнуть Что левостороннее движение И часто Часто бывает Что Вы на перекрестке Или после какого-то Поворота Разворота По привычке Сразу же вправо уходите А потом резко Перед вами оказывается Транспорт И вы не можете понять Кто кого должен Уступить Ну это в первые разы Маленькие такие Могли эксцессы Случаться со мной Но это микро Такое Быстрая реакция Главное Соображать Главное И как-то маневрировать И себе В первое время Напоминать Что левостороннее Влево Влево Держись левее Это как-то в голове Держать Сигналят Очень часто Вам Просто сигналят Не из-за того Что вы что-то нарушаете Они сигналят Например Перед поворотом Вот они едут Перед крутым поворотом Который не просматривается Или вот сзади Он посигналил Удал понять Что он сейчас идет На обгон Будь осторожен Как бы Не бери правее Потому что Зацеплю Типа в таком плане Предупреждаю Здесь больше сигнал Предупредительный Субтитры сделал DimaTorzok